Глава 2. Слово, которое было в введении Кесаи сыну Амосову об Иудее и Иерусалиме. Отсюда видно, что пророки изрекали не все пророчества вдруг, но получая вдохновение в различные времена, возвещали их по частям, которые впоследствии, будучи собраны вместе, составили целую книгу. Потому он здесь как и так начинает. И не отсюда только это делается ясным и понятным для нас, но и из дальнейших слов, где пророка означает и время пророчества, то прибавляя в лето, в которое вошел Нафан в Азот Исаия 21, то замечая, и было в лето, в которое умер царь Ози, видел я Господа, сидящего на престоле высоком превознесенном. Пророчества собраны вместе не так, как послание Павла и Евангелия, но, как я сказал, в различные времена. Потому и настоящее слово он начинает особым предисловием. И не потому только, но потому, что предмет, о котором он намеревается говорить, весьма отличен от преждесказанного и возвышеннее его. Здесь именно он говорит нам о призвании язычников, об открытии проповеди, о распространении ведения по всей Вселенной, о во дворении мира на Земле. Если же он намеревается говорить о таких догматах, упоминает об Иудее и Иерусалиме, это нисколько не странно. Речь его была пророчеством, прикрытым до времени приведенными именами. Так и Давид, приступая к составлению, 71-го псалма написал о Соломону. Но далее изрек видение, которое гораздо важнее достоинства Соломона и даже природы всех людей. Ведь слова «прежде солнца пребывает имя его», «прежде лунный престол его» и тому подобное, конечно, никто из людей самых безумных не станет относить к природе человеческой. Так же поступил и Яков, когда предсказывал то же, о чем теперь намеревается говорить Исаия, и даже больше этого. Он вместе с призванием язычников предсказал о смерти Христовой, и о воскресении, и о времени, в которое имел прийти Христос. И он изложил все это неоткрыто, но названием сына, прихрыв то, о чем намеревался сказать. Так, например, он предсказывал, по-видимому, о том, что случится с Иудою. Но, как свидетельствует последующее событие, предсказало о том, что имел совершить Христос, так как Иуда не был чаянием языков, и не тогда прославилось колено его, когда вскудел их, иудеев государство. Но все это произошло, когда пришел Христос. Если же иудеи бесстыдно будут отвергать этот закон пророчеств, то из самых изречений пророчеств весьма легко можно обличить их, если кто тщательно раскрыв пророчество и с надлежащим вниманием исследовал каждое слово, приложит сказанное к событиям. «А чтобы сильнее загородить уста их, я постараюсь объяснить это пророчествами не о Христе, но об их патриархах, и покажу, что многие пророчества, хотя были изречены о родоначальниках, но исполнились на их потомках». Я изложу для примера одно или два события, и потом обращусь к своему предмету. Так, когда Яков, призвав Симеона и Леви, предсказывал имевшее случиться с ними, то сказал «Симеон и Леви – братья», и, укорив их за преступления и несправедливые избиения, сихимлян продолжает «разделю их в Якове, рассею их в Израиле». Бытие 49.5 Но всякий может видеть, что это не сбылось на Симеоне и Леви, а на коленах, происшедших от них. Колено Левиина действительно было рассеяно, и десятая часть его принадлежала каждому из прочих колен. И колено Симеонова, которое испытало почти такую же участь, заняв пространство по жребию вне всех колен, не получило, как все другие совокупного и сосредоточенного наследства. Иисус Новин 19.1.9, 1 П.4.27, И сам Яков получил благословение от отца, не пользовался ни одним из них. Отец предсказал ему великое благоденствие и постоянное господство над Исавом. Но он имел недостаток необходимым, питался, будучи наемником, и был так далек от господства над братом, что опасался даже за свою жизнь. И, встретившись с ним только однажды с великим страхом, был рад, что мог удалиться от него и спастись. Что же сказать на это? Неужели пророчество ложно? Да не будет. Но обычай пророчества часто бывает таков, что имеющее случиться с одними лицами предсказывается под другими, и одними на употребляются вместо других, как было и с Ханааном. Мы не видим, чтобы он был рабом у братьев, но проклятие изреченное на него не осталось без исполнения, а исполнилось на гаванитянах, происшедших от Ханаана. Сказанное в виде проклятия было пророчеством. И если же столь многие, и такие примеры показывают нам, что многое из сказанного говорится об одних, а сбывается на других, если пророки употребляют имена таким образом, то что удивительно, если и теперь пророк, приводя имена Иудея и Иерусалима, предвозвещает о церкви. Так как он говорил к людям неблагодарным, которые убивали пророков, сожигали книги, и разрушали жертвенники, то для них справедливо покрывало лежало при чтении Ветхого Завета, по словам Блаженного Павла. Иначе они истребили бы и книги, если бы понимали силу пророчества о Христе. Если они не устыдились его, когда он сам присутствовал, творил чудеса и представлял совершеннейшие доказательства своей силы, согласия и единомыслия с отцом, и не отстали до то ли пока распяли его, то едва ли они пощадили бы тех, которые говорили о нем, которых они и без того беспрестанно побивали камнями. Потому пророки, употребляя собственные и известные им имена, таким образом прикрывали пророчество. А что здесь говорится не об Иудее и Иерусалиме, это мы обстоятельно докажем, обратив внимание на каждое слово. «И будет в последние дни гора Дома Господня, будет поставлена во главу гор». Заметь точность пророка. Он не только возвещает события, но обозначает и время, что говорит Павел в словах, «Когда придет кончина времени» Галатам 4.4 и в другом месте «во времени исполнения», тоже и пророк говорит «в последние дни». Горой же он называет церковь и непобедимость догматов. Как если бы бесчисленные войска нападали на горы, натягивая луки, бросали копья, подводя осадные орудия к горам, они не могли его повредить, но сами отступили его, потеряв собственную силу. Так и все, воевавшие против церкви, ее не поколебали, а, потеряв собственную силу, посрамились. При самом нанесении ударов оказались бессильными, при самом нападении впадая в изнурение, при самом действии испытывая поражение от страждущих. В этом и состоит дивный способ ее победы, возможно, не для людей, а только для Бога. Церкви достойно удивления не только то, что она победила, но и то, что победила таким образом. Будучи гонима, преследуема, терзаема и бесчисленными способами, она не только не уменьшалась, но и возрастала. И самое терпение ее поражало старавшихся причинить ей эти страдания. Таково действие адаманта в отношении железа. Тем самым, что он получает удары, он уничтожает силу ударяющего. Таков и рожен в отношении к тем, которые идут против него. Он нисколько не делается от того слабее, когда окровавливает ноги идущих против него. Иоанн 9.5. Потому пророк и назвал церковь горою. Если же иудеи не допускают здесь переносного смысла, то пусть он обличится собственными словами пророка. Сам пророк, сказав, что волки и агнцы будут пастись вместе, что свистнет Бог мухом и пчелом и наведет на иудеи в реку сильную, потому что они не хотели иметь воду селамскую. Исайя 1.6. 7 глава, 18 стих. 8.6. Если бы кто-нибудь стал принимать это буквально, то получил бы много непонятного. Но принимающим означаемое этими выражениями должно представлять ход мыслей таким образом. Что же означает с этими выражениями? Названиями волков и агнцев означаются нравы людей, зверские и кроткие. Мухами – бесстыдство египтян. Рекою – стремительность неприятельского войска. Силаамом – кротость и доброта начальствовавшего тогда царя иудейского. Никто из людей самых безумных, конечно, не будет противоречить нам в этом. Потому как этот пророк означал другими названиями, так и твердость церкви, ее непоколебимость, высоту, непобедимость, он выразил названием горы. И другой пророк сравнивать с горой, надеющейся на Бога, означает их непобедимость. Явленно – это уже не требует объяснения. Самое событие по своему свойству громче трубы возвещает славу церкви. Не так блистательно солнце и происходящий от него свет, как дела церкви. И дом Божий наверху горы. Как истолковал бы это иудей, храмы он никак не наверху гор, а сила церкви касается самых небес. Как дом, находящийся на вершине гор, бывает виден всеми, так еще больше того церковь сделалась славною у всех людей и возвысится над холмами. Этим пророк опять выражает то же самое, чего с храмом никогда не бывало, даже и тогда, когда он, по-видимому, был в самом лучшем состоянии. И как относить это к храму, когда он и самими иудеями часто был непочитаем, и разрушаем руками иноплеменников? А сила церкви, хотя испытывала нападения более жестокие и более частые, нежели он, но никогда не была покоряема руками нападающих, а напротив, особенно от врагов, делалась еще более высокая и славная. Тогда были слонны мучеников, тогда лики исповедников, тогда являлись души крепче железа и сияли светлее самых звезд. Сила их были рассекаемы, но душа не была побеждаема. А побеждала и увенчивалась. Кто видал, кто слыхал, чтобы убиение приносило венец, чтобы заклание доставляло победу, чтобы войско делалось более славным тогда, когда больше являлось убиваемых неприятелями. И придут, потекут к ней все народы. Продолжая речь, пророк делается более ясным, говорит более открыто, выражает пророчество более вразумительно и сильнее заграждает уста иудеев. Хотя бы они были весьма бесстыдны, этого они никак не могут отнести к своему храму. Язычникам было запрещено и тщательно возбранялось входить в храм. Что я говорю, входить в храм? И самим иудеям с великими угрозами закон запрещал иметь смешение с язычниками и подвергал их за это величайшему наказанию. Пророк Айгей все свое пророчество составил из того, что обличал, угрожал, требовал наказание за такое непозволенное смешение посредством брака. Но наше не таково. Церковь со всей щедростью раскрывает свои недры, с распростертыми объятиями ежедневно принимает все народы вселенной. Такое повеление и первые учители догматов получили от единородного, немедленно услышав от него такие слова «Идите, научитесь, все народы!» Заметь, как и пророк указывает не только на призвание язычников, но и на усердное их послушание. Он не сказал «приведутся», но «потекут к ней». И другой пророк, выражая это, ясно сказал «И не будет каждый учить близнего своего, каждый брата своего, говоря «познай Господа», ибо все познают меня от малого и даже до великого». Иеремия 31.34 Для иудеев и тварь изменила свои свойства. И были постоянные угрозы, и беспрестанные наказания, и непрерывные чудеса явления пророков, и страх законодателя, и угрожавшие войны, и нападения иноплеменников, и бедствия, попускаемые Богом, и наказания, неспосылаемые с неба. Но они оставались жестоковынными и необрезанными, как говорил Стефан. Упорными и непреклонными, а для язычников достаточно было простого слова и одного слышания, и все они тотчас притекли. Потому и Давид, указывая на это, сказал «Люди, которых я не знал, послужат мне», и, удивляясь их послушания, прибавил «Слух, ухо, услышали!» Салом 7.44 И Яков, выражая то же самое, более загадочно сказал «Привязывает к лозе осленка своего». Бытие 49.11 Кто видел же ребенка, привязанного к лозе, стоящего виноградника и не повреждающего плодов? Между бессловесными? Никогда. А между людьми это совершилось с великой точностью. Иудеи, будучи связаны бесчисленными узами, сокрушили иго, расторгли узы, как говорит пророк Еремия 5.5. А язычники, не будучи принуждаемы никакой необходимостью, охотно послушались, как же ребенок, привязанный к виноградной лозе, не нарушили ни одной из заповедей, но стояли, показывая великую покорность. И пойдут многие народы и скажут, придите, и взойдем на гору Господню в дом Бога Яковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его. Посмотри, как они составляют лики и торжества, убеждают друг друга, и все делаются учителями, ни один, ни два, ни три. Но и многие стекающиеся народы придут, говорит, многие народы из различных стран, чего иудеев никогда не было. Если некоторые приходили к ним, то разве не многие прозелиты, и притом с великим трудом, и они никогда не назывались народами, но пришельцами? Пришельцы, говорит, придут к тебе и будут твоими слугами. Исайя 54.15. Если же пророк продолжает иносказательные речи, называя церковь Горою и домом Бога Яковлева, то не удивляйся этому. Он, как я прежде сказал, то раскрывает, то закрывает пророчество. Первое дело для того, чтобы людям было более разумным, дать способ к уразумению сказанного. А второе, для того, чтобы удержать беспорядочные стремления неразумных. И везде он разнообразит свою речь. 29. Если он сказал Бога Яковлева, то не смущайся этим, возлюбленный. Единородный Сын Божий был Богом Яковлевым. Он и дал закон, и совершал у них все чудеса. Это ясно можно видеть из Ветхого Завета, если иудеи не приписывают никакой важности новому. Так и Иеремия говорит, завещая вам завет новый. Не такой завет, какой я завещал отцам вашим. Иеремия 31.32. Выражая, что Сын Божий был законодателем обеих законов. А что он и освободил евреев из Египта, об этом пророк прибавляет в день, в который взял за руку их, чтобы вывести их из земли египетской. Если же он вывел их, то он же и совершил все чудеса в Египте и в пустыне. Чтобы возвестить вам путь мой, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима. Видишь ли, ищущих некоторых другого закона? Путем Писание обыкновенно называет заповеди Божии. Если бы он говорил о прежнем завете, то не сказал бы «возвестит нам», потому что тот завет был ясен, понятен и известен всем. А что мы говорим это без лжеумствования? В этом самые слова пророка могут убедить и крайне бесстыдных. Поминут здесь только о пути, он объясняет, о каком он говорит пути, излагает много отличительных его признаков, поэтому и продолжает. От Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима. Против этого и бесстыднейшие сыны иудейские не могут открыть рта. И что здесь говорится о Новом Завете? Это можно видеть из места, из времени, из того, кто принял закон. Из самых действий по принятию закона, из всего вообще. И, во-первых, из места, от горы Сиона. Закон Моисеев дан был предком их на горе Синае. Как же здесь говорится от Сиона? Недовольствие с этим он прибавил и время. Не сказал, вышел закон, но выйдет, что относится к будущему времени, к предмету еще не бывшему. Закон Ветхий уже был дан за много лет, прежде того, как Порок говорил это. Закон же Нового Завета еще имел быть дан спустя много лет. Потому он и не сказал, вышел, но выйдет, то есть впоследствии. Потом он опять переходит к самому месту, говоря Слово Господне из Иерусалима. Здесь он с точностью показывает нам отличительный признак Нового Завета. Действительно, Христос преподавал высокие и достойные небес заповеди, то сидя на горе, то находясь в Иерусалиме. Сказав таким образом о месте и времени, пророк прибавляет и то, кто примет закон, заграждая со всех сторон уста противоречащим. Кто же примет его? Народ ли еврейский, сын иудейский, сын иудейский? Нет. Но происходящее из язычников. Потому и прибавляет. И будет он судить народы. Закону особенно свойственно судить противящихся ему. А что здесь идет речь не о Ветхом Завете, это ясно видно и в самом действии. Мы не соблюдаем субботы, не принимаем ни обрезания, ни праздников их и ничего другого из ветхого, потому что мы слышали Павла, который говорит, «Если вы обрезаетесь, то нет вам от Христа никакой пользы». Галатам 5.2. И еще, наблюдаете дни, месяцы, времена и годы, боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? Отсюда очевидно, что о Новом Завете говорится в словах. И будет он судить народы и обличит многие племена. И Павел говорит, в день, в который Бог будет судить тайные дела человеков. Римлянам 2.16. «Как, скажи, мне будет судить? По Ветхому Завету? Нет, но по благовествованию моему». Видишь ли, хотя слова различны, но мысли согласны. Исаия говорит, «Будет он судить народы». И Павел говорит, «Будет судить по благовествованию моему». И изоблетит многие племена, то есть противящихся и преступающих. Это и Христос, объясняя, говорил, не я сужу, но слово, которое я говорю, оно будет судить. И перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Пророк недовольствуется прежними признаками, велико ведь богатство истины. Но прибавляет еще признак Нового Завета, сияющий по всей Вселенной. Какой же именно? Мир и прекращение войн. Когда это будет, говорит, тогда во дворице такое спокойствие во Вселенной, что самые воинские оружия будут перекованы на земледельческие орудия. А этого, как всякий может видеть, не было во времена иудеев, но было все напротив. Во все продолжения своего царства они не переставали воевать и подвергаться воинам, когда враги то продолжительные, то краткое время наступали на них. Жители самой Палестины часто поставляли их за труднительные обстоятельства, так что они подвергались крайней опасности. 31. Это ясно показывает история царств, вся составленная из войн. Показывает и все пророки, возвещающие эти события и предсказывающие о них прежде, нежели не случились. С того самого, можно сказать, дня, в который евреи освобождены были от экипийского рабства. Они проводили все время в войнах. А теперь не то, но великий мир во Вселенной. Если же и бывают войны, то не так, как прежде. Тогда вооружались города против городов, страны против стран, народы против народов. И один народ разделялся на многие части. Кто прочитает книгу Иисуса на вины и судей, тот увидит, сколько войн испытала тогда Палестина в короткое время. И не это только было тяжело. Но и то, что закон повелевал всем браться за оружие, и никто не был свободен от такой службы. Этот закон имел силу не только у иудеев, но и по всей Вселенной. Так что и оратор, и философы, не имевшие ничего, кроме плаща, по призову к войне брали щиты и становились в воинский строй. Так Сократ, сын Сафроникса, весьма славившийся между афинянами своим спокойствием и любомудрием, раз или два стоял в строю. И глава их, ораторов, демосфен, часа с кафедры, выходил на войну. Если же ораторов и философов никакой закон не освобождал от войны, то еще менее кто-нибудь другой из народа освобождался от такой обязанности. Но теперь нельзя видеть ничего подобного. После того, как воссияло солнце, правда, и города, и народы, и все племена стали столь далеки от жизни в таких опасностях, что даже не умеют взяться за что-нибудь воинское. Но сидя внутри стены городов, издали узнают о делах воинских, и весь народ живет на свободе и без обязанности к такой неприятнейшей службе. Если же и теперь бывают войны, то где-нибудь далеко, на крайних пределах римского государства, а не по городам и селениям, как было прежде. Тогда и в одном народе, как я сказал, непрестанно происходили бесчисленные возмущения и многоразличные возмущения, многоразличные войны. А ныне, где только светит солнце, вся земля Тиграда Британских островов и Лирии, и Египет, и народ палестинский, лучше сказать, все подвластные римлянам, находятся в мире. Вы знаете, каким совершенным спокойствием наслаждаются эти города, узнающие о воинах только по слуху. Христос мог бы уничтожить и остатки воин, но он попускает быть набегом варваров для некоторого вразумления людей беспечных, делающихся во время мира более нерадивыми. И пророк для способных правильно понимать выразил тоже словами, что я сказал, то есть, что уже более не будет частых возмущений. Он не сказал, что совершенно не будет войны, но что не поднимут меча друг на друга и не будут более учиться воевать. Пророки не столько сжатости сказанного, но и видом последовательности они прикрывают пророчество. Потому он не оканчивает речи совершенно, но как бы простирая одну какую-нибудь цепь, опять переходит к вразумлению иудеев и говорит, «И ныне ты, дом Иакова, придите, и будем ходить во свете Господнем». То есть по заповедям его, по закону его. Потому что светильник, говорит премудрый, есть заповедь, закон, свет и жизнь, обличение и наказание. Прича 6.23. Также Давид говорит, «Заповедь Господня светла просвещает очи, и еще светильник ногам моим, закон твой, свет стезям моим». Везде, как всякий может видеть, закон так называется. Так и Павел говорит, «Уповая же, что ты есть вождь слепым, свет находящимся во тьме». Подлинно, не так лучи солнца руководят наши очи телесные, как заповеди закона просвещает зрение душевное. 33. Таким образом, пророк желает показать, что еще прежде воздаяния и наград заповеди доставляет нам вознаграждение при самом их исполнении, назвал их светом. Как глаз при самом освещении светом получает пользу, так и душа при самом повиновении закону получает величайшие плоды, очищается, освобождается от порока и восходит к самой добродетели. 34. Напротив того, преступающие законы еще прежде наказания получают наказание в самом преступлении, находясь в положении более жалком, нежели сидя во тьме, испытывая страх, трепет и угрызение совести, и самый полдень боясь и страшась всех знающих и ничего не знающих. 35. Отстань, говорит народ Иакова, ибо ты отринул народ твой, то есть устранился, отступил, презрел, лишил своего промышления. 36. Внушив страх, пророк потом приводит и причину, чтобы они исправили совершившееся. 37. Какая же причина? Потому что они многое переняли от востока. 38. Прежде он обвинял их в корыстолюбии, в сребролюбии, презрении вдовиц, а здесь укоряет за неправое мнение остатки нечестия, которые мало-помалу увлекали их к демонскому заблуждению. 39. Притом в обличении их не просто сказал, что они волхвовали, но наполнилась страна их. 40. Порок их, говорит, опять увеличился чрезмерно. 41. Как вышло, он говорил, не просто люди грешны, но исполнены грехов, так и здесь, он говорит, наполнились. 41. Далее, желая еще более усилить обличение и прибавляет, как было изначало. 42. Когда? Когда они еще не знали Бога, когда еще не получили закона, когда еще не испытали Его благодеяние. 43. Когда жили с язычниками, это заслуживало крайнего осуждения. 44. Теперь, после таких действий и промышлений и попечения Божьего, быть нисколько не лучше тех, которые не испытали ничего подобного. 45. Не останавливаясь и на этом, но желая тронуть их еще более, он прибавляет. 46. Как и на племеннике. Таким сравнением личности, делая осуждение более тяжким. 47. То же постоянно делает и Павел, как, например, когда говорит, не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерши, чтобы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. 47. И еще, чтобы каждый мог в святости сохранять сосуд свой и в честь, а не в страсти и в похотении, как и прочие народы, не знающие Бога. 48. 1 Фессонники 4. 4. Такой образ речи особенно трогает людей, даже и сильно падших. 49. Если же так осуждается иудеи, то какое прощение, какое оправдание может иметь мы после такой благодати, неизреченной чести, надежды на бессмертное благо, впадая в такое же бедственное состояние, как и они? 50. Действительно. И ныне есть много людей, которые заражены этой болезнью и губят свою жизнь, которые предаются безумия и волхвователям, и кроме того, что оскорбляют Бога, приобретают себе излишние скорби и ослабевают в подвигах добродетели. 51. Так дьявол всячески старался убедить неразумных, что не в их власти добродетель и порог, что они не одарены свободным произволением, желая таким образом совершить два постыднейших дела – ослабить подвиги добродетелей и лишить величайшего дара свободы. 51. То посредством гаданий, то через наблюдение дней, то через нечестивые учения о судьбе, то через многое другое. Он ввел в жизнь эту тяжкую болезнь и не завратил все. Потому пророк сильно обличает это, чтобы исполнить болезнь с корнем. 52. И чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении. 53. Что значит с сынами чужих? 54. У евреев по причине их легкомыслия и удобопреклонности к обольщении издревле был закон – не смешиваться ни с кем из прочих людей, чтобы такие связи не послужили поводом к нечестию. 55. Так как они не только не могли исправлять других, но и сами не способны были избегать вреда от других, то Бог оградил их законом и удерживая смешение с прочими народами, устроял и наставлял их особо, так как желательно было, чтобы они, хотя при таком руководстве, могли сохранить данные им от Бога устройства. 56. Но, подобно тому, как они приступали другие заповеди, так предревые эту вступали в родство с соседями, от которых брали себе невест, отмовикян, аммоникян и других нечестивых народов. 57. И заводя другие связи, принимали учителей злочестия и оскверняли чистоту своего благородства. За это, между прочим, и укоряет их пророк. 58. И наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищем его. 58. И наполнилась земля его конями, и нет числа колесницам его. 59. Но какое преступление, скажет кто-нибудь, иметь деньги, приобрести коней, особенно в то время, когда было немного расположения к любомудрию? 60. Что же мы скажем на это? 61. Пророк осуждает не обладание ими, но настроение воли, употреблявшей их, не так, как должно. 61. Как тогда он говорил, горе крепким, он не власть осуждает, но худо пользующихся властью. 62. Так точно и здесь он укоряет не за то, что они приобрели богатство, но за то, что собирали его с великим избытком и сверхнужды. 63. И не было или нет числа сокровищем его. 64. И не это только, но и то, что они, гордясь богатством и силой коней, мало-помало уклонялись от надежды на Бога. 64. Как и в другом месте, говорит им пророк, горе надеющимся на силу свои и на множество богатства своего и хвалящихся этим. 65. И еще в другом месте, не спасется царь множеством силы, и исполинь не спасется множеством крепости своей. 65. И еще в ином псалме говорится, господь не благоволит к силе коня, и наполнилась земля мерзостям и злослужением, и они поклоняются дел рук своих. 66. Тому, что сделали персты их. 67. Пророк, как мудрый врач, высказывает причину недуга и источник болезни. 67. Намереваясь обличить их нечестие, он предварительно показал причины болезни. 68. Сребролюбие, высокомерие, незаконные связи, объяснив, что от этого они мало-помалу впали в бездну погибели и стали поклоняться идолам. 69. Потом осмеивает такое их служение, прибавляет дел рук их. 69. Действительно, что может быть смешнее того, когда человек делает Бога? 70. Мерзостью же Писание обыкновенно называет идолов. 71. Поэтому мерзость запустения называется истукан, поставленный в храме. 71. Когда говорит Господь, видите мерзость запустения, стоящий на святом месте, читающий да разумеет. 71. Желая отклонить их от привязанности к предметам чувственным, Бог запрещал им делать всякое изображение. 72. И называл это мерзостью, чтобы далеко отвести их от нечестия. 73. Чувствовать омерзение значит чрезмерно ненавидеть что-нибудь, как нечистое, как проклятое. 74. Таким образом, мерзостью в Писании называется достойное ненависти и отвращение. 75. А всякий идол таков. 76. И преклонился человек, и унизился муж, и ты не простишь их. 76. Как поклонение Богу возвышает человека, так поклонение идолам унижает и низводит с высоты. 77. В самом деле, что ниже человека, который лишает себя спасения? 77. Иметь своим врагом Бога всех, преклоняется перед вещами бездушными, служит камням. 78. Бог удостоил нас такой чести, что сделал выше самых небес. 78. А дьявол старается низвести покоряющихся ему до такого бесчестия, что делает их бесчувственные самых вещей бесчувственных. 79. Потому и говорит пророк, смирился муж. 79. Это обличение само по себе достаточно было для того, чтобы имеющего ум отклонить от такой болезни. 80. Но так как многие из людей боятся не столько грехов, сколько наказаний, то он и присоединяет и наказание, и говорит. 80. И не прощу им. Не прощу, говорит, не оставлю, не пренебрегу, но потребую отчета и назначу наказание за преступление. 81. Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия Его. 81. Достаточно посмеявшись безуми и поклоняющихся идолам, и указанием на способ делания идолов. 82. Обличив и глупость служащих им и бессилие идолов, он еще подтверждает слова свои, предоставляя испытать сказанное на опыте, и говорит. 82. Для меня достаточно было и того самого, что идолы делаются людьми, чтобы показать безумие обольщаемых. 83. Но так как они, погрузившись в нечестие, как бы в опьянение, стали слепы к предметам ясным и очевидным, 84. То город их постигнут такие бедствия, что и самые бесчувственные убедятся, каково бессилие идолов и какова сила Божия. 84. Для того, чтобы прежде, нехли сказать о войне, пророк говорит о том, что произойдет от нее, повелевая войти в камни и скрыться под самую землю. 85. Не с тем, чтобы они действительно сделали это, но чтобы таким образом убедились, как не выносим гнев, который тогда покажет Господь. 86. Иди в скалу и скройся в землю от страха Господня. Не сказал просто от крепости его, но от славы крепости. 87. Таковы именно дела Божии и таковы победы его. 87. В них великая слава и знаменитость. 88. Здесь, мне кажется, пророк указывает на победу бывшей приезеки, называя землей множество народа, сокрушением – поражение, а восстанием – явление его на помощь. 89. Потому и Давид говорит так. 90. Да воскресни, Бог, и расточаться в рази его. 91. И еще воскресни, Боже, суди землю. 91. Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится. 91. И один Господь будет высок в тот день. 91. Чтобы никто из тогдашних слушателей не сомневался в сказанном, ведь имевшее случиться для многих было невероятным и превышающим всякое чаяние, он прибегает к могуществу совершающего и слабости подвергающихся его действию. 91. Нет ничего, говорит, выше Бога, и ничего слабее людей. 92. Итак, не сомневайся, может ли столь великий и сильный внезапно так унизить слабых? 93. Хорошо сказал он, очи Господни, на высоте. 94. Не сказал сила, но очи Господни, так как и одного воззрения Божия достаточно для неспровержения всего противного. 95. Тоже и Давид говорил в другом месте. 95. Презирает на землю и трясется. 95. И еще другой пророк. 95. И воззрю на него и превозмогу. 95. И смиреется высокое людское, и будет унижено. 95. И один Господь будет высок в тот день. 95. По совершению чудной победы, после славных и дивных трофеев, бесы будут обличены, идолы поруганы, лжепророки принуждены молчать. 95. Господство иноплеменников разрушено, всякие уста, противоречащие Богу, заграждены. 96. Потому он и говорит, и будет высок один Господь. 96. Никто уже не будет противоречить и сомневаться в могуществе Божьем, когда дела представят такое яснейшее доказательство. 97. Высота существа Божия постоянно, никогда не начиналась и всегда существует. 98. Возвышение же, разумеется, в мысли людей, когда противоречащие и противодействующие, убедившись доказательством самых дел, покорятся и вознесут приличное словословие. 98. Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено. 99. И на все кедры ливанские, высокие и превозносящиеся, и на все дубы васанские, и на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все корабли фарфийские, и на все вожделенные украшения их. 99. И падет величие человеческое и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день. 100. Здесь стеной, кедром, холмом и дубом он называет сильных людей, высотой этих дерев, иносказательно означая власть их. 100. А названием корабля и ведение доброты кораблей указывает на богатейшие из них. 38. Он хочет сказать следующее. Всякий человек сильный, всякий властелин, всякий военачальник, всякий, обладающий богатством, всякое, так сказать, великолепие и могущество человеческое, тогда уничтожатся и прекратится. И ничто не поможет им избежать гнева Божий, ни сила телесная, ни опытность в войне, ни изобилие богатства, ни покровительство власти, ни множество войска, и ничто другое подобное. 39. О кедрах ливанских он упоминает потому, что особенно там растет это дерево, или потому, что эти предметы были близко. 40. Ведением же доброты кораблей называет великолепие военачальников, вооруженных богатством, окруженных оружием, копьеносами. 41. Впрочем, мне кажется, он намекает и на прибытие иноплеменников издалека. 42. И идолы совсем исчезнут, и войдут люди в расселенные скалы в пропасти земли от страха Господа. 43. И от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю. 44. Боги, говорит, не только не подадут им никакой помощи, но и сами будут нуждаться в помощи людей и безопасных местах, чтобы не быть взятыми. 45. От лица Господа, от страха Господня, от славы крепости Его, чтобы кто-нибудь не приписал этого нашествия на племенников, 45. И не подумал, будто страх зависит от их могущества. 46. Он обращает речь к Богу всех и говорит, что сам Бог будет управлять этой войною, и в его власти среди такой опасности наказывать за совершенное преступление. 47. В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, 48. Которых сделал себе для поклонения им, чтобы войти в ущелье скал и в расселенный город страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю. 48. Достаточно Он посмеялся им, показав, как они скрываются вместе с богами и уходят в землю, и как драгоценность вещества не может нисколько помочь в предстоящем бедствии. 49. Нетопырями же Он называл идолов, или по их бессилии, или по мрачности заблуждения, и потому, что бесы все делают скрытно. 50. Как для нетопырей солнце и свет ненавистны, а ночи тьма приятны, так и для бесов, и для увлеченных ими в заблуждение пороков все преступное и обычное и приятно, а добродетели дела света ненавистны. 51. И когда сияют эти дела, то они тотчас погружаются в мрак, так что живущий добродетельно не нуждается ни в каком труде и усилии, потому что довольно только явиться свету, и все мрачное рассеется. 52. Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит? 53. Здесь, мне кажется, он указывает на Езекию, который от страха и великого изнурения находился при последнем издыхании. 53. Когда на племеннике, как бы поймав его в сети, думали, что имеет в нем верную добычу, и что они без труда возьмут город, отведут царя в плен, тогда случилось противное ожидание на племенниках, потому пророк и говорит, перестаньте вы надеяться на человека. 54. То есть он не значит ничего. Они надеялись истребить все набегом, но случилось все напротив. 55. И тот, кого вы считаете за ничто и за человека слабого, окажется славнее всех, получив помощь от Бога. 55. Продолжение следует...